Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован, я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном очень важном обстоятельстве, которое сопровождает всю нашу жизнь, а именно о термической обработке пищи. В одном из наших видео, которое мы посвящали пользе и вреде кофе, потреблению кофе, задавался очень часто вопрос, что существует мнение о том, что обжаривание зерен кофе рождает в них образование канцерогенных веществ. Ну и другие продукты, подвергнутые термической обработке, считаются, могут быть опасными для здоровья. Давайте разберемся, в чем здесь дело. Продукты питания в своем большинстве содержат белки, жиры и углеводы. При термической обработке, да даже иногда и без такой сильной термической обработки, эти три компонента пищи вступают в реакцию. В результате проходит химическая реакция, которая получила название Майяра по фамилии того химика, который впервые ее тщательно описал. С продуктами реакции Майяра мы встречаемся в своей повседневной жизни постоянно. Это черная корочка на хлебе. Это жженый солод, такой коричневый солод, который добавляется в хлеб, чтобы он был более темным. Это тот же самый солод, который добавляется в пиво и в квас. Квас также производится с использованием этой реакции Майяра. Топленое молоко коричневатое делается благодаря реакции Майяра. Ну и, естественно, вареная сгущенка тоже, кармелизация и реакция Майяра здесь проходит. Сушеные фрукты, жареное мясо, поджаренные семечки коричневатый цвет имеют, орехи, арахис и так далее. Все это вездесущая реакция Майяра. Реакция Майяра происходит даже в нашем собственном организме. Она может происходить тогда, когда мы наносим на поверхность кожи, например, средства для адпозагара, специальная такая косметика. А кроме того, эта реакция Майяра проходит и непосредственно внутри нашего организма. То есть, она может происходить как под действием температуры, это наиболее частый случай, так и без каких-то серьезных температурных воздействий. В результате прохождения реакции Майяра и в результате термической обработки пищи, в самой пище образуется масса, масса, масса различных химических веществ, которых в этой пище до этого не было. Многие из них и большинство из них обладают вкусоароматическими какими-то характеристиками, которые и делают таким привлекательным пищу после ее приготовления. Особенно приятным нам кажется жареная пища. Что уж говорить? Ну, конечно, кто-то скажет, ну, не всем, я вот вареную люблю или вообще сыродет, я это жареное все не воспринимаю. Ну, понятно, но все-таки для большинства жареная пища является очень привлекательной. Жареное мясо с корочкой поджаристой или картофель, фриз поджаристой корочкой, все это привлекает наше внимание. Ну, мы в большинстве своем в массе сейчас считаем это элементом нездорового образа жизни. Однако же, уверяю вас, что это не так. Конечно, продукты, которые задерживают большое количество жиров, одновременно с высоким содержанием углеводов, они подвергнуты тепловой обработке, они вкусные, мы их можем много съесть, из-за этого получаем массу каких-то ненужных нам калорий. И, конечно, это тянет за собой целый шлейф вреда определенного. Но сейчас мы говорим именно о том, что в продуктах при температурной обработке, в том числе и в зернах кофе, образуются в результате реакции МАЯР целый каскад различных соединений. Одним из наиболее важных соединений этой реакции является меланой, различные меланины. Именно они и придают вот такой коричневый цвет, от светло-коричневого до почти черного цвета, продуктам питания после термической обработки. Меланоиды являются чрезвычайно ценными для нашего организма веществами. Они обладают и антиоксидантной функцией, они обладают и антимикробной функцией, они обладают и антиканцерогенной функцией, и массой, массой, массой разных других функций. Надо сказать, что было проведено очень много исследований относительно вот пользы или вреда термически обработанных продуктов, насколько действительно они вредны. И оказалось, что та польза, которую приносят продукты реакции МАЯРа, многократно, многократно и многократно превышает тот потенциальный вред, который в этой пище может появиться в результате термообработки. Какой же вред? То есть можно везде слушать постоянно, на каждом углу, что ай-яй-яй-яй-яй, жареная вредна, там полно антицерогенов и так далее. Есть ли в этом капля правды? Капля правды в этом действительно есть. При нагревании продуктов выше 180 градусов, те же меланоиды начинают разрушаться и превращаться в том числе в канцерогенные вещества. Поэтому важное условие термической обработки пищи, это не пережаривать и не готовить при слишком высоких температурах. Если же температура поверхности продукта не повышается выше 180 градусов, то такие продукты не представляют никакой угрозы для нашего организма. Многие могут в этот момент вспомнить о той байке, которая очень широко распространилась по обществу, благодаря в том числе всевозможным телевизионным лекарям, докторам и так далее, интернету. Это то, что нельзя класть мед в горячий чай или в горячее молоко. Почему? Потому что там образуются производные фурфурола, там оксиметилфурфурола и так далее, которые являются очень токсичными. Это правда. И в результате практически любой термической обработки пищи образуется в том числе это вещество. Однако же количество, которое образуется, например, в хлебе, оно ничтожно, абсолютно ничтожно и не представляет никакой угрозы для здоровья. Хотя само по себе это вещество является достаточно опасным. Опасность меда при его термическом нагревании объясняет тем, что там имеется пыльца у настоящего меда, в пыльце имеется белок, аминокислоты, они вступают в реакцию с простыми сахарами, с глюкозой, фруктозой, которая содержится в меде, и образуется вот это вот токсическое вещество, производное фурфуролом. Однако же, можно ли себе представить, сколько этого вещества образуется из чайной ложечки меда, который вы положите в чай, в горячее молоко, и, например, в буханке хлеба, когда здесь уже поработали различные микроорганизмы, особенно если это хлеб, на закваске, если здесь целое, огромное количество простых сахаров образовалось в результате осолаживания этого хлеба с помощью солода, например, ржаного, и дальнейшее запекание в его с достаточно длительное время, при достаточно длительной температуре, и количество белка здесь гораздо больше аминокислот, нежели чем в той чайной ложечке меда. То есть количество вот этих фурфуров, которые здесь образуются в той же буханке хлеба, оно превышает значительно то потенциальное количество, которое может образоваться в горячей чашке молока с медом. Однако же, съев даже такую буханку хлеба, никто не отправится, и ущерб здоровью из-за этих веществ в себе не нанесет. То есть надо понимать масштаб этой опасности, то есть она есть, но ее масштаб такой ничтожный, что не стоит об этом думать, не стоит об этом беспокоиться, и не стоит нагринять себе какие-то лишние страхи. Что касается кофе, то в результате таких очень хороших, убедительных исследований было показано, что вот этот каскад веществ в результате реакции Майяра приводит, во-первых, к приятным органолитическим свойствам кофе, а во-вторых, он очень способен, вот этот каскад веществ, запускать, активировать гены, которые ранее были не активированы, причем это очень хорошие гены, которые способствуют оздоровлению нашего организма, в том числе оздоровлению нашей нервной системы, в том числе способствующие хорошему и благоприятному сну. В исследованиях было показано, что даже вдыхание аромата, аромат именно формируется за счет образования летучих продуктов реакции Майяра, также способствует активации этих генов, поэтому просыпаться с чашечкой кофе и засыпать, если кому-то нравится с чашечкой кофе, является очень полезным. А аромат самого кофе, если вы будете его вдыхать во время сна или где-то днем, поставите баночку с зернами кофе или с молотым кофе себе в офисе, даже где-то возле компьютера, будет очень-очень благотворно воздействовать на ваш организм. Ну, есть еще одна большая польза от тех же меланоидов и продуктов реакции Майяра, хоть они и не очень хорошо всасываются в наш организм, зато они могут очень хорошо работать как пищевые волокна, они связывают тяжелый металл, а также являются субстратом для питания бифидобактерий внутри нашего кишечника. Таким образом, и кофе, и черный хлеб, вот эта корочка, и вот эти все темные продукты реакции Майяра кулинарной обработки пищи еще и поддерживают здоровье нашей микрофлоры. Что ж, я надеюсь, что этот выпуск убедил вас в том, что не стоит бросаться в крайности, не стоит отказываться напрочь от каких-то продуктов, если даже кто-то сказал, что они категорически временны. Нужно искать информацию, нужно понимать информацию, нужно получать ясное разъяснение информации. Задавайте свои вопросы. Мы всегда рады объяснить вам все, что вас интересует. До новых встреч!